Всем привет, с вами снова Нагваль и мы продолжаем наш видео ежедневник, сегодня у нас отчет за четверг 2 февраля. Сегодня у нас прошли профилактические работы, но в игру я все равно заходил где-то ближе к вечеру и зайти я не мог, долгое время, где-то часа два пытался зайти в игру, что-то там было какие-то проблемы с авторизацией, заглянул в группу вконтакте, группа архейш, там срач, по тысяче комментариев под постами, но думал понятно. Опять mail.ru где-то накосячили, ну короче говоря, за сегодня в игре было мало времени, что-то в принципе успел продать, но все это буквально в последние полтора-два часа, короче говоря, забираем все это и смотрим, что у нас сегодня по голде. 1500 голды, ну нормально, кинем все это на дело на склад, чтоб не мозолило глаза, 1400 отправим, остальное пускай лежит, пригодится еще так, итого 6400 голды есть, ну и до выходных нужно копить еще 1500 как минимум, а еще ж нужно, блин, купить саверены, блин, там больше чем 5000 надо, короче говоря, посмотрим. Далее, сегодня у нас обновились акции, соответственно, можно снова купить руну у закройщика костюмов и попробовать сменить ситуацию костюме на что-то более полезное, чем шанс крита в ближнем бою. Ну и посмотрим, чем же нас сегодня порадует рандом. Парирование атак ближнего боя. Говно полнейшее, блин. Столько же раз роли у нет, чтобы силы заклинания либо до фурона менее заклинать, но нет, постоянно какое-либо говно выпадает. Ну и немножко вечернего Даск Шира. Ну вот, ну никак не может Восток научиться нормально ходить на вечерний Даск, постоянно повторяют одни и те же ошибки. Вот ровно в тот момент, когда спадает Нью Яс, надо было вывести весь рейд Востока куда-нибудь подальше от лагеря. Фактически, Запад зашел в абсолютно пустой лагерь. Ну и естественно, вполне успешно мы слили Даск буквально там за пару минут после его начала. Ну а так как заняться было больше особенно нечем, решил попробовать одну интересную вещь. Локация «Радужные пески» у нас прокачана до третьего уровня, значит там можно купить временный транспорт, но я решил купить болид за 100 голды. Ну и попробовать повозить паки по тестовым маршрутам, посмотреть насколько это будет выгодно. И первый маршрут, который я решил протестировать, это из Багрового каньона в Энистру. Вроде бы длинный маршрут, но если немножечко срезать, то в принципе нормально. Ну короче говоря, один пак с обычной пакоделки, за Дельфийскую звезду, которая делается, стоит 19 голды, 30 серебра. Второй маршрут, который я хотел протестить, это из платоса «Колиной охоты», тоже в Энистру. И там тоже брал паки за Дельфийскую звезду, который крафтится на обычной пакоделки. И здесь на 130% цена 17 голды, 40 серебра. Ну и соответственно из этих цифр можно сделать небольшой расчет, какой же профит приносит паки по этим маршрутам. Так, ну и давайте посчитаем, с каким же профитом я сливал очки работы, перевозя паки по этому маршруту. Проф у меня не прокачано, поэтому на крафт и сдачу паков у меня тратились очки работы в полном объеме. То есть на крафт по 50 очков работы, на сдачу по 70. Суммарно за один пак я тратил по 120 очков работы. В Багровом каньоне я крафтил пак лекарственный сироп, на него тратится 40 порошка и 20 лимонов. Посмотрим, сколько это стоит на аукционе. 40 порошка, мне бы обошлись по 4 серебра, 25 минных монет. Вбиваем это в стоимость. И 20 лимонов. Лимон у нас по 8,75. Цена стабильная, отлично. Итак, добиваем туда. Ну а насчет Дельфинские звезды, не знаю, брать ее стоимость или нет. Как-то вроде у меня их и так дофига, 2,5 тысячи, поэтому они по сути для меня бесплатны. Но в целом, текущий курс на Дельфинские звезды, это одна Дельфинская звезда стоит 1 голду. Еще 1 голду мы добавляем в нашу общую стоимость нашего пака. Ну и 50 серебра уходит на крафт, то есть еще плюс 0,5 голды. Итого, на крафт пака суммарный потратил почти 5 голды. Так, ну и соответственно, за сдачу я получил 19 голды и 40 серебра. То есть от этой суммы мы отнимаем наши затраты на крафт пака. Итого, получается, чистыми мы за пак получаем 14 голды и 45 серебра. Ну и по факту выходит, что вот эту сумму я получал, тратя по 120 очков работы. Проверяем теперь тогда общий профит, сколько я получал голды за 1000 потраченных очков работы. Получается, что за 1000 очков работы, таким образом я могу получить 120 голды. Ну, весьма неплохой профит в принципе. Теперь разберем паки из платосоколиной охоты. В платосоколиной охоты я крафтил набивки для тюфяка. Поехали считать. Тот же лекарственный порошок, но уже 60 штук. Соответственно, умножаем на ту же цену. 0,42,5. Добавляем его в стоимость пака. Дальше у нас гусиное перо. Гусиные перья у нас вообще по 400 голды за 1000. Жесть. Так, это получается, сколько у нас одна штука стоит? 6 делим на 1000. Получается, вот такая цена. И умножаем, сколько там нам нужно было? 40 штук. Множить на 40. Жесть. Так, дальше. Плюс 50 серебра. Ой, так. Плюс 50 серебра у нас уходит сюда. Ну и плюс одна Дельфийская звезда. И общая стоимость у нас 4,29. Почти столько же. Получали мы по 17,40. От 17,40 мы отнимаем нашу стоимость крафта. Получаем 13,1. 13,1 делим на 120. Умножаем на 1000. И получаем 109 голды за 1000 очков работы. Ну, короче говоря, вполне неплохо. Даже из платоса калийной охоты можно возить паки в Нистру. И будет вполне себе хороший профиль. Вот вам по сути и паковозка. Всего, сколько я паков отвез точно не помню. Я не считал, сбился со счета. Но, грубо говоря, 2 часа я их возил точно. Сколько конкретно я заработал, узнаем уже завтра. Когда по почте придет вся наша голда. Ну, а на этом, пожалуй, все. Спасибо за просмотр. С вами был Нагварь. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok